Но все равно 110 побед на любительском ринге, 5 поражений. Сейчас четвертая защита для Джуды. Здорово, как туловище пробивает Джуда, но и здесь работает молодого Джуду. Ему, конечно, одно удовольствие смотреть, даже комментировать ничего не надо, а просто вот смотреть и наслаждаться. Грин, давайте о нем несколько слов. Он из Мэриленда, Рэджи Грин, на 9 лет старше, ему 32. Ну и боев он провел больше. Вполне уважаемый послужной список у Рэджи Грина, 33. Победы у него, 15 нокаутом, 4 поражения. Ну и он на... Несколько лет раньше начал карьеру. Был сначала чемпионом своего штата, штата Мэриленд. Титул чемпиона USB, это титул чемпиона США. И титул чемпиона NABF, это титул чемпиона Северной Америки. Пояса были на кону, и Рэджи Грин проиграл тот поединок. Причем проиграл раздельным решением, то есть в очень-очень равном бою. Но в будущем он выиграл и тот, и другой пояс. За титул чемпиона мира. В этой весовой категории, только по другой версии. Всемирной боксерской ассоциации. Тогда чемпионил там Шармба Митчелла. Один судья поставил ничью, а двое все-таки отдали победу Митчеллу. Ну и вот теперь вторая попытка стать чемпионом мира Рэджи Грина. Четвертый раунд. Ах, красиво действует Джуда. Может быть не очень много. Тем не менее, когда включался, когда работал Джуда, когда ему не было лень или... Какая-то там другая причина ему мешала по-настоящему работать. Невысокий темп. В общем-то так переигрывает Джуда своего соперника. И особых проблем не испытывает. При этом очень жестко бьет Джуда. И при случае, конечно, готов будет нокаутировать. Отвечает Грин своей атакой, но по защите. До сих пор в ринге. В январе 17-го года он еще в ринг выходил. Ну вот немножко на публику решил поиграть за Джуда. Ну здорово работает. Успевает еще и поговорить там с соперником. Промахивается ударом слева Джуда. Ну пытается Грин, но в общем... Увидим, да, что не достает. Публика уже выражает некоторое недовольство. Малым количеством боевых действий. Ну вот включается Джуда. И видна сразу разница, да, в классе боксеров. Атака Джуды. Наглядно все видно. Не попадает Грин. Если попадает, то все по защите. Ну вот в бедро ударил, да. Бокс! Девятый раунд заканчивается и опять ниже полос. Жестко отвечает Джуда. Ну и... Ну вот сейчас туловище неплохо пробил Грин. А Джуда возвращает. Имя Грин. Оооо, пропустил удар слева Грин. Зевнул немножко боксер из Мэрилэнда. Готов он продолжить, но видно, что не восстановился. Бросается на соперника Джуда. И рефери принял решение бой остановить. Ну что ж, Заб Джуда защищает в очередной раз свой пояс. Но уже в этом году, в 2001-м, ему предстоит бой против Кости Дзю. Чем он закончился, я думаю, многие из вас хорошо помнят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!